Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Руководитель одного из крупнейших предприятий региона. Депутаты предложили избрать его председателем бюджетного комитета и проголосовали за это. Ни я, ни губернатор депутатов об этом не просили, сказал чиновник. Сам он покинул пост руководителя Сильмаша, чтобы возглавить Кировское правительство. Место Александра Чурина на предприятии занял его брат. Программа Экономика. Рост отмечают в 2021 году и рассчитывают увидеть его в 2022. Зато коронавирусными ограничениями и глобальным изменением спроса кировские чиновники объясняют снижение потребления товаров и услуг на 4%. Но к концу 2021 года ожидается восстановление спроса, уверены в Кировском Минэкономразвитии. Инфляцию ожидают на уровне 7% по итогам 2021. На следующий год прогноз 4,5%. Мошенники звонят кировчанам под видом следователей. Преступники используют специальное программное обеспечение, позволяющее имитировать звонки с номеров, принадлежащих государственным структурам. Об этом предупреждает Кировская ОМВД. Очередной такой случай произошел на днях. Кировчанке позвонили с номера регионального управления Следственного комитета России. Это она проверила через интернет. Звонивший назвал свою фамилию, представился как должностное лицо, проводящее расследование, и потребовал сообщить паспортные данные. Якобы женщина проходит потерпевшей по уголовному делу. Затем мошенник пытался убедить ее перевести более 750 тысяч рублей на так называемый безопасный счет. Завершение о валютах. Курс доллара на сегодня 69,81 рубля. Евро стоит 81,03 рубля. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.